здравствуйте уважаемые друзья которая будет выполнен немножко в необычном стиле так как вы неоднократно меня просили с разделением пират как обычно берем закрепим немножечко нашей нити нам с вами понадобятся не совсем такие обычные материалы нам понадобится вот такой полипропилен он может быть белого цвета может быть вот такого как у меня цвета шар трес это большого значения не имеет любой вот такой материал можно будет подкрасить нам необходимо с вами сейчас закрепить в одной точке совсем совсем немножечко вот так промотать а потом мы будем с вами этот материал складывать вдвое но нам необходимо с вами вот я надергал вот такую щепотку это барсук у меня есть такое животное так чтобы выбрать троечку волосков для того чтобы как положено у веснянки изготовить нам хвостик подбираем по длине сколько нам необходимо какое количество величину их и здесь же начинаем крепить так чтобы у нас кисточка вышла буквально на немножко выступала на два три сантиметра не больше так чтобы обозначить нашу кисточку годится и теперь нам необходимо как всегда мы использовали с вами этот вариант когда вязали создать сегменты для этого я совсем немножечко буду наносить лак он у меня эластичный и позволяет хорошо схватывать материал берем теперь подворачиваем усы мы наши потом с вами подровняем можно для удобства сразу разделить на две половинки так чтобы у нас в хвостик вышел как положено по центру вот так и здесь проматываем шарик следим за тем чтобы у нас аккуратненько и ровно ложился весь материал изготовили первый шарик теперь берем поднимаем прядь которую мы отвели проматываем возле основного переворачиваем и изготавливаем второй шарик и так изготовим то количество которое нам необходимо чтобы наше тело имела сегменты крючок взяли соответственно нашему телу это все тот же гамакатсу подберете себе но из тонкой проволоки я взял 6 номер и пока клей мой будет прихватываться я намотал вот так нитку и мы с вами теперь подготовим перо значит что касается пера вот допустим очень подходящее перо которое мы должны с вами вот так выровнять как всегда и теперь ним не жалея вот так взять вот эту часть вся которая вот так убирается от нашей щепотки и убрать потому что в дальнейшем все это у нас потом будет неудобно в работе вот мы подготовили и и теперь как обычно я уже неоднократно изготавливал такие мушки крепим перо сверху как раз возле этого шарика где мы с намотали намотали аккуратно удерживаем центральную часть наклоняем ее вперед бородки у нас должны быть хорошо подобраны и и теперь так чтобы у нас продвигалась вдоль вот так цевья полностью все бородочки с одинаковой натяжкой чтобы вышла вот такая у нас конструкция и теперь закрепим все наши перья вот мы с вами закрепили крыло удалили остатки а теперь нам остается разделить только разрыванием пера на две равные части и подготовить наше перышко для крепления уже нашего хвостика который мы изготовили когда мы с вами разделим вот так перья это я уже неоднократно показывал то есть понятно есть несколько еще вариантов которые я просто упустил поэтому дополню можно каждое перышко еще разделить отдельно а можно оставить вот так как есть а потом уже допустим при обмотке нашего пером мы сможем их выставить уже как он нам удобно то есть выберите для себя сами как вам будет удобно ну давайте теперь будем крепить наше тело и будем формировать нашу мушку подровняли кончики у нашего тела вымеряем теперь его длину которая нам необходимо для нашей она торец нашего полипропилена нанесу капельку еще клея и теперь аккуратно закрепим его здесь выбираем так чтобы длина у нас соответствовала действительности и прихватили вот я думаю в таки все единственное это то что у меня допустим на данный момент нет подход не было подходящего пера поэтому то перо которое вот у меня есть скажу сразу она не совсем подходит поэтому вы для себя подберете так чтобы вам она была по величине но нам с вами еще понадобится парочка перьев перьев cdc мы должны с вами для того чтобы не наматывать здесь бесконечное множество материала должны с вами изготовить грудку и здесь уже закрепить перо для того чтобы имитировать ножки ножки можно сделать так как я делал и на нимфах но в данный момент мы не будем изощряться так как делаем абсолютно ловчую мушку то которая у нас будет хорошо ловить рыбу подравниваем вот так края нашего пера и теперь в одной точке подхватываем их и закрепим остатки я не удаляю нить перевожу перед крылышками аккуратненько скручиваю все наши перья cdc и начинаю теперь обматывать помогая пальцем наше тело и край доводим теперь перьев перед нашими перышками остатки удаляем желательно удалить ость а те бородки которые у нас попали пусть остаются на цевье удалили теперь крепим наше перо вы можете выбрать для себя вариант намотки ёршик может стоять вперед или же ровно так чтобы как обычно традиционно в зависимости от того какой у вас перо подберете для себя вариант крепления уже сами закрепили наше перо остатки удаляем сразу я здесь специально не проматывают не до пингом ничем единственное что можем только лишь взять вот остатки у нас есть пера cdc которая взять на дергать немножечко бородок или же можно промотать еще и дополнительно но тогда уже будет совсем другая мушка поэтому мы сейчас берем аккуратненько уводим наши все бородки и выполним то количество оборотов которое нам с вами позволит перо следим за тем чтобы у нас бородки не подминались и ёршик был у нас соизмерим с нашей мушкой поправляем 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 и поправляем учитывая то что перо у меня не сильно такое объемная поэтому выполнить можно 67 сколько нам позволит перо оборотов лишние они здесь не будут годится и теперь возьмем обыкновенный вот такой инструмент и парочкой накидных уберем наши перья которые топорщатся закрепим перо остатки удалим удалили перо нанесли буквально капельку лака потому что нежелательно чтобы в сухой мушке носик был тяжелый поэтому я обычно или клеем или лаком парочку капель и вот такая наша поденка готова к рыбалке благодарю вас за внимание до скорых встреч до скорых встреч